Самарские КВНщики этот год начали с рекордов. Делегация 63-го региона стала самой массовой на международном фестивале в Сочи. Более 20 команд представляли Самарскую область, некоторые из них смогли покорить жюри и будут выступать в телевизионных лигах. Рекордным будет и сезон самой Самарской лиги. Сразу 30 команд, почти в два раза больше, чем в прошлом году. В 2023-м Самарские КВНщики планируют провести и два крупных фестиваля для детских команд, которых в регионе очень много. Сначала на День защиты детей состоится марафон в Струковском саду, а потом в преддверии Дня города пройдет масштабный кубок губернатора для юных КВНщиков. Планируется участие команд из разных регионов России. Об этом Самарские КВНщики рассказали на встрече с главой города Еленой Лапушкиной, которая прошла в Центральной городской библиотеке имени Крупской, отремонтированной по нацпроекту «Культура». КВНщики поблагодарили главу города за поддержку, благодаря которой возможно дальнейшее развитие движения, а также пригласили ее на ближайшие игры. Возможность поддержки и администрации городского округа Самары, и правительства Самарской области, сейчас губернация Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, помогает нам это планировать именно долгосрочно, потому что нет какого-то опасения, что это может закончиться. Это здорово, и этот проект набирает обороты, и больше 4,5 тысяч участников в нашем движении. Это, наверное, говорит само за себя. На встрече присутствовали и участники телевизионных лиг. Команда «Волга» представит Самару в Международной лиге в Минске. Игра состоится в конце следующей недели, но ребята уже на чемоданах, потому что надо заранее показать материал редакторам и собрать реквизит для выступления. На месте будем делать, потому что, к сожалению, багажное отделение не рассчитано на некоторый крупный габаритный реквизит, поэтому будем уже ориентироваться на месте. Обсудили на встрече с главой города и ближайшие планы. По традиции, самарские КВНщики присоединятся к проведению месячника по благоустройству. На своих субботниках молодые люди не только убирают территорию, но и показывают смешные номера и импровизируют, заряжая горожан хорошим настроением. Сегодня с ребятами проговорили. Действительно, у нас проходит традиционно каждый год веселый находчивый субботник. Всегда они проводили этот субботник по отношению к пакеты. В этом году немножко ситуация поменялась. Но совершенно точно мы найдем локацию для применения сил и умений, и уверенно к ним присоединятся и жители города. Мы постараемся, чтобы эта локация для проведения этого городского субботника была в непосредственной близости от уже привычного традиционного места. Самарские КВНщики занимаются и активной социальной работой. Недавно артисты подготовили выступление в госпитале, в котором проходят лечения участники СВО. Еще один концерт планируют провести в мае. А с прошлого года регулярно выделяют билеты в зрительный зал для военнослужащих и их семей на выступления самарских лик. Так сделают и в наступающем сезоне, который стартует уже 1 апреля. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Продолжение следует...